Друзья мои, я всех приветствую в Канаде, провинции Онтарио, пригород Торонто. Сегодня покажу вам, что продается в наших магазинах, какой декор для дома можно купить на весну, и что вообще принято ставить у нас в домах, какие у нас есть украшения для дома, и какая у нас мебель, и какие у нас есть картины, зеркала, ковры и так далее. Не знаю, что у меня получится в этом видео, что я как бы сниму, и что будет у меня показано, но давайте начнем смотреть. Вот для начала хотела вам показать, у нас сейчас сезон, который я про себя называю «Зайцы и яйца». Впереди Истер. Истер – это американская и канадская Пасха. Где-то это дело будет в апреле, но уже сейчас, конец февраля, все магазины завалены тематикой для Истера. Для Истера, в общем-то, как бы самые такие часто встречающиеся мотивы – это зайцы, кролики и вот яйца. Там длинная история, долгая, если честно. Ну, с яйцем это понятно, а вот с зайцами какая-то темная история, я, честно говоря, не помню. Я пыталась узнать у местных, спрашивала, они как-то тоже невнятно отвечают. Ну, в общем, можно прогуглить, я думаю, что можно найти на эту тему информацию. Я не думаю, что это уж так важно, почему именно зайцы. Но, на самом деле, честно сказать, и местные-то тоже особенно не выдаются в эти детали. И, собственно говоря, они знают, они так привыкли, что всю их жизнь Ист-Кистеру нужно дом украшать вот какими-то зайчиками. И, конечно же, яйца разные-разные, крашеные-некрашеные. И зайцы тоже в разных вариантах, из всех материалов всевозможных, из всех всевозможных расцветок, раскрасок на любой вкус. Я вот думаю, что все люди дома уже имеют невероятное количество вот этих вот декораций для дома. Здесь вообще принято по сезонам украшать дома. То есть, Крисмасы украшают, Кистеры украшают, осень наступает тоже. В общем, есть какие-то специальные украшения для осени. Но вот весенние украшения, они же украшения для Истера, они как бы вот все связаны вот с этой вот тематикой зайца-яичный. Ну, не только цветочки всякие. В общем, есть люди, которые не религиозные, которые не справляют Истер. Но тем не менее, вот все равно, зайца, морковка, вот видите, все это, все эти дела. Да, в общем, этого все очень много. И я к чему, что начал говорить, я знаю, что люди, в общем, все это имеют уже дома. Но тем не менее, каждый год появляется в магазинах невероятное количество всех этих украшений. Практически это все раскупается всегда. То есть, люди любят обновлять, старые выбрасывают, новые покупают. Вот, такие дела. Искусственные цветы. Я знаю, что очень много людей, которые искусственные цветы в домах не переносят и не терпят. Ну, это очень зависит. Я лично, у меня есть искусственные цветы, несколько таких вазончиков. Почему? Потому что натуральные вот у меня дохнут. Я не знаю. У меня, правда, сейчас есть один горшочек стоит с натуральными цветами. Мне его подарили. Я бережно за ним ухаживаю, потому что очень хочу, чтобы он сохранился жив-здоров. Дорогой подарок, можно сказать. Поэтому я очень стараюсь. Я поливаю, я выставляю его к окну, чтобы на него падал свет. А так-то, в принципе, я, честно говоря, с натуральными цветами, живыми, не очень-то дружу. А еще я хотела... У меня есть такая в коридоре стоит ваза. Возле лестницы. Я, кстати, она большая такая ваза. Я часто на ее фоне снимаюсь, если вы заметили, кто глазастый. И там у меня когда-то стояло искусственное дерево. Мне оно надоело. Я его выкинула. И вот я ищу что-нибудь такое поставить в эту вазу. Она большая глиняная напольная ваза. И вот я смотрю, какие-то вот такие вот... Нужно что-то длинное, высокое. Какие-то большие. Большие вот такие вот не то цветы, не то какие-то засушенные, не то искусственные. В общем, что-то такое. Потому что там темно. Там нету света, нет окон. И поэтому настоящий цветок какой-то туда поставить, он, конечно, там не выдержит. Ну и заодно уже раз пошла такая пьянка, я уже пошла по магазину. И стала вам снимать все подряд. Все такие украшения для дома. Вазочки разные, подсвечники. В общем, все-все-все такое, что мы все любим. Ну, я очень люблю. Я думаю, что многие тоже очень любят. И я нахожусь в магазине, который называется HomeSense. Это такая сеть большая магазинов в Канаде. И в Америке они тоже есть. Это те же магазины той же компании. Они принадлежат одному и тому же хозяину. Что и магазины TG Maxx в Америке и TK Maxx в Европе. К ним же, кстати, относится магазин Marshalls. Это все одна сеть. Один хозяин. Просто разные магазины, разные названия. Значит, в Канаде он называется HomeSense. А вот в Америке я не помню. Как-то похоже называется, но я не уверена, если честно. Вот и в этом магазине продается все-все-все для дома. От посуды, мебели, картин, каких-то баночек, скляночек разных. Даже немножко есть еды. Я уж не стала снимать, потому что моя идея была показать такой весенний декор на весну. Но у них есть даже еда, такие всякие, знаете, сыпучие продукты или какое-то варенье, или какие-то вот такие макароны. В общем, все сухое, все, что не должно храниться в холодильнике. Все, что имеет очень большой срок годности и может находиться вот просто на полках. Чаи, какие-то печенья. Зачастую это в каких-то сувенирных упаковках. Кстати, надо будет мне снять. Какие-то соусы. Там очень много интересной еды, необычной, кстати. Такой, который в обычных суперах не найдешь и не купишь. Вот. Ну и, конечно, вот эти вот всякие чашки для дома, вазочки, какие-то горшочки разные, разные. Прелесть вот этого магазина заключается в том, что в нем невероятно разнообразие. Всего очень много. Всех вещей по одной, по две. Иногда побольше. Но, в принципе, вот видите, вот я вам показываю. Всякие горшочки, вазы. Они все-все-все разные. Их стараются выставлять по цветам, чтобы людям было легче искать. Если кому-то нужно купить что-то для дома, вот конкретно определенного цвета, видите, все стоит по цветам. Вот это, например, оранжевое. Все оранжевое там было. До этого синее, до этого зеленое. Очень-очень прикольные вещи по очень демократическим ценам. Цены, конечно, выросли. Я смотрю, вот по сравнению с прошлыми годами. Цены, безусловно, конечно, выросли, как и везде, как и за все. Но выросли не до сих пор. В принципе, они намного дешевле, чем в других магазинах. До сих пор цены довольно демократичные. А вещи очень интересные, необычные, своеобразные. Они выставляют такой, знаете, как типа Айки. Они пытаются делать какие-то интерьеры. Вот диванчик с картиной, вазочки, подушечки. Вот как-то так все это собирают. Лампы какие-то. Очень даже интересно, очень даже симпатично. Они пытаются по возможности, как могут, как-то это комбинировать. Ну, чтобы, если людям нужен какой-то диван, заодно там уже и столик прикупят, заодно и подушечку, и картинку. Вот вдохновятся. Вот такая вот замечательная, красивая картина, которая висит. Не висит, она стоит на самом деле над этим диваном. Но вот если человек придет и купит диван, и к ней же сразу и картину вот такую вот. Кстати, картина красивая, большая такая, классная. Мне очень понравился. Очень красивый цвет. Такие нежные, красивые серо-голубые цвета. Спокойные такие, очень приятные. Вот торшеры, всякие лампы. В общем, все-все-все. Единственное, что, если вы хотите, например, купить себе два кресла, то не факт, что понравившееся кресло будет в магазине второй. Если вы хотите себе купить шесть стульев, обеденных, например, к столу, то найдя два стула, не факт, что вы найдете еще четыре. Вот в этом проблема, собственно говоря. А так, там, конечно, вещей много, очень красивых. Если вам просто нужны какие-то вазочки или подушечки, то все очень разнообразно. И, опять же, повторюсь, этот магазин довольно бюджетный. По сравнению с другими мебельными и магазинами, которые продают всякие товары для дома, здесь, конечно, цены пониже. И вот мне, например, очень нравится большое разнообразие, потому что товары там поступают каждый день, каждый день приезжают новые товары, каждый день все меняется, привозят новые подушки, вазы, и все, в общем, очень быстро все раскупается, но в то же время всегда что-то новенькое есть. Смотрите, какие интересные подушки. Тоже не любят подушечки такие диванные, но это же прелесть, что такое. Такие весенние красивые расцветки, много вышивки, много такой этники. Посмотрите, какие красивые. Я прямо с трудом ушла без покупки, прямо держала себя за руки, чтобы ничего не купить, потому что мне очень нравится вся вот эта вот такая лабуда для дома. Немножко кичи, немножко пошло, бабочки. Но, вы знаете, имея такую классическую мебель, то вот такую вот подушенцию поставить где-нибудь на диванчике, чтобы она как бы немножко разбавила вот классику в вашем доме. Очень интересные с вышивкой они, с бахромой, какие-то там бисер. Сколько она стоит? 30 долларов. Ну, вот такая подушка, она длинная, большая такая подушка, стоит 30 долларов. Ну, посмотрите, какая красавица. Или вот эти. Ну, эти уже, так сказать, тематические тоже к Истеру. Очень часто, кстати, людям к праздникам вот меняют декор в доме и на диван кладут вместо подушечки обычной какой-то, кладут вот подушки такие для Пасхи, чтобы как бы создать настроение. Дети очень любят вот эту всю замену этих всех подушек. Ну, и вот все уже такое, знаете, весеннее, создает весеннее настроение, какие-то яркие зеленые, голубые цвета, вот такие вот, знаете, прямо такие вот, как небо, как цветы, как лес, как лето. В общем, очень-очень весенне-летние цвета, весенне-летнее настроение. Вот, и, конечно же, все, все хочется купить и все хочется принести домой. Но это невозможно, потому что невозможно все купить и невозможно все принести домой. Дом не резиновый, да и кошелек тоже не бездонный. Вот, поэтому приходится просто вот, я очень люблю просто прийти полюбоваться с удовольствием. Ну, и вот хочу закончить вот таким вот букетом, огромный шикарный букет искусственных цветов. Очень натурально сделан, очень красиво выглядит. Просто совершенно как будто бы букет настоящий, большой, стоит на стеклянном столе, это выглядит очень красиво. Меня потрясла и поразила, конечно, его цена. Он стоит 300 долларов. Представляете, 300 долларов стоит вот такой букет. Я считаю, что того не стоит, конечно. Его, конечно, купят, когда он выйдет на распродажу, и долларов, наверное, за 150 он уйдет. Но за 300 вряд ли, конечно, его кто-то купит. А на сегодня все. Я очень надеюсь, что вам понравилось и было интересно. С вами была ваша Дита из Канады. Всех люблю, целую. Пока-пока-бай.